Вопрос по вчерашней атаке на Польшу. Почему не сработало ПВО Польши? Ведь все паблики в Украине кричали, что обстрел, про подлетное время ракет. Дело в том, что никогда ранее не было пересечения границы стран-членов НАТО или наших соседей. Это первый момент. То есть, сработал фактор неожиданности. Это первое. Ну и второе, я уже объяснил, два параметра. Высота полета ракеты и скорость полета ракеты. Она упала 6,5, ну 6-7 километров в глубину территории Польши. Математика, простая математика, 800 километров в час, 6 километров, ракета летит сколько? Посчитайте. И тогда вы поймете, что время на засечку не было. Это раз. Второе, что ракета шла над поверхностью Земли и скорее всего находилась в мертвой зоне радаров. Теперь я так понимаю, что НАТО и страны-члены НАТО и НАТО как коллективный блок выставят дополнительные средства ближнего или среднего радиуса действия. Кстати, здесь самые эффективные средства. Это типа НАСАМС и типа ИРИСТЭ. Почему? Потому что они среднего радиуса действия. Они видят на 40 километров и у них мертвая зона практически нулевая. То есть, они смотрят по макушкам деревьев или по вершинам холмов. А если станцию поставить на холме, то она будет заглядывать и между деревьями. Ну, я утрированно, конечно, условно говорю. Но, тем не менее, это повышает ее радиус обзора. Единственное, что таких средств надо очень много, потому что 40 вправо, 40 влево всего 80 километров. Через каждых 80 километров при границе там в полторы тысячи километров ставить это нереально. Но, тем не менее, я думаю, что они усилят сейчас. Страны-члены НАТО могут передислоцировать часть своих войск на территорию Польши, Венгрии, Словакии, Румынии, стран Балтии. И поставить вот эти дополнительные средства, которые будут обнаруживать вот эти низколетящие ракеты. Именно крылатые ракеты. И тогда, да, потому что, по-моему, ИРИСТ-10 секунд время реакции с момента обнаружения. Ну, вот, даже по реакции ИРИСТ-10, если ракета заходит в пространство Польши, и у нее 6 километров до точки падения, то, я думаю, что в 10 секунд ракета вложится. А вот комплекс, получается, не вкладывается. Вот именно поэтому и произошло проникновение этих ракет на территорию Польши. Возможно ли реальная боевая ответка за попадание по территории Польши? Если проглотить, то это же развяжет руки России. Подумают, молчат, значит, можно все эскалировать. Ну, я уже объяснил еще раз, тоже повторяюсь. Дело в том, что на это и рассчитано. Путин этого и ждет. Что будет ответка, они ударят по Путина, Путин скажет, ну что вы, давайте дружить, давайте. Мы мирные люди, давайте переговоры, все, никакой войны, переговоры. А то мы и ударим ядерным оружием. Теперь, типа, у нас есть законное право ответить, а так как мы слабее, чем все НАТО, то мы можем ударить ядерным оружием. Или садимся за стол переговора. Позиция НАТО в данном случае, я считаю, что абсолютно правильная. В том плане, что неважно, чья это ракета, главное, что виновата Российская Федерация. Вот этот взрыв и гибель этих двух человек висят на совести самого Путина. Потому что он отдал приказ на начало военных действий против Украины. Именно этот приказ, именно эти действия привели к тому, что в конце концов ракеты упали на территории Польши. Но нельзя Путину давать повод для того, чтобы ввязать НАТО в драку. Для того, чтобы войну сделать мировой. Так что, наоборот, если НАТО сейчас не отвечает силовым путем, значит они Путина сделали. Если это были его ракеты, то это чистый удар в штангу. Чистый удар в штангу. И Путину опять мяч на половине поля Путина. И Путину опять надо думать, как же, как же, блин, зацепить это треклятая НАТО, чтобы оно наконец-то ему ответило. Так что, вот такая вот ситуация. Ну, а то, что он будет эскалировать, я в этом не сомневаюсь. И то, что это могут быть и страны Балтии, это может быть, я уже говорил, и Венгрия, и Румыния, и Словакия, и Турция. Все, что угодно. Тут Турции, кстати, я уже даже во многих интервью говорил, еще раз скажу, что я бы, я думаю, что турецким спецслужбам надо покопаться, именно поискать эти кремлевские уши, торчащие за уже вторым терактом, произошедшим в Стамбуле. Кто-то раскачивает ситуацию и именно толкает Эрдогана на войну, на специальную военную операцию. Он тоже ее оглашал против курдов, что сейчас было бы крайне невыгодно никому. Даже Эрдоган не решается ее начать, понимая, что это может сейчас ослабить его рейтинг, точнее, не способствовать повышению его рейтинга накануне президентских выборов в Турции. Здравствуйте, объясните, пожалуйста, почему ракеты сбиваются именно над Киевом? Ведь сбивать их за пределами города, в лесной части или в полях намного безопаснее, чем над Киевом. Как это работает? Имеет ли Украина уже поставленные комплексы ПРО, которые были обещаны сначала, обещали два, потом четыре, а в итоге ничего? Этого не было поставлено. Или я ошибаюсь? Или обещания так и остались не выполнены? Нет, почему же? Ну, вы не внимательно слушаете. Или не постоянно меня слушаете, скорее всего. Почему? Потому что несколько выпусков назад я вам говорил о том, что после получения, после 10 октября, Соединенные Штаты, производитель комплексов НАСАМС заявил о том, что два комплекса готовы, они переданы. И буквально за два дня до этого удара министр обороны Резников огласил о том, что два комплекса НАСАМС заступили на боевое дежурство. И, кстати, уже есть результат. Сказали, что НАСАМС тоже 10 из 10 выбил по тем летящим ракетам. Ну, вы же помните, да? Чем большее количество ракет в пуске, в массированном ударе, тем больше перегружается система ПВО. И если большая часть противоракет уходит на первую волну, то вторая волна идет уже практически без ПВО. В этот раз мы, кстати, сыграли очень грамотно. Мы разделили ракеты. И нам хватило и на первую, и на вторую волну. Пока нет точной информации, сколько ракет не сбитых в первой и сколько ракет не сбитых во второй волне. Но, тем не менее, скажу, что 93, там цифра была, гуляла. Генштаб пишет более 90. Кто-то написал, что вроде как 93 было ракет. 77 сбитых. Я скажу, что суперрезультат. Это the best для наших воздушных сил. А шахеды 10 из 10 тоже the best. Так что нет, система простоят. Что касается Киева, то тут не только Киев, а вообще крупных городов. Это от безысходности. У нас нет другого выбора. Мы вынуждены ставить системы ПВО в центре городов. И сбивать ракеты именно над городом. Почему? Потому что, смотрите, когда система расположена в центре города, радиус действия 40 километров. И она покрывает окружность в 40 километров вокруг себя. Если ее поставить на окраине города, ее эффективность падает ровно в два раза. То есть площадь круга, которую она покрывает, эффективной будет только одна половина. И поэтому их размещают в центре города поближе к тем объектам, которые они должны защищать. Но скажу, что когда ракета проскакивает через ПВО, взрывается, тут уже не угадаешь. Не важно, где стоит система ПВО, если ракета пробилась через эту защиту. Ну а обломки ракеты, ну эта война, к сожалению, есть издержки. И риск быть раненым или убитым обломком ракеты, это тоже, к величайшему сожалению, существует. Для этого постоянно все службы говорят, не игнорируйте сигналы воздушной тревоги. Идите в убежище и сидите в укрытиях до отбоя воздушной тревоги. Именно поэтому говорят, не игнорируйте, берегите себя. В ходе прослушивания возник такой вопрос. А не может президент Венгрии быть промотивированным проводить выгодную России политику не только низкой ценой необходимого Венгрии российского газа, но и неофициальными обещаниями Путина в случае победы России уступить Венгрии те самые принадлежавшие ей некогда карпатские территории? Вполне вероятно. Может быть такой разговор между Путиным и Орбаном состоялся. И он мог состояться еще давно, в 2014 году. Потому что Венгрия с первого дня российской агрессии против Украины выступает на пророссийских позициях. Думаю, что да. И, кстати, звучали в начале вот этого массированного вторжения российских войск, звучали там какие-то призывы, что типа Галицию Польша, Закарпатье Венгрии и так далее и тому подобное. То есть, а, кстати, главный делитель Украины, почивший с миром уже, Жириновский. Он же даже карту он публиковал, как надо разделить Украину, на пять частей там делил Украину, и он, кстати, это с 2014 года говорили, всем все раздавал. А он, так скажу, дыма без огня не бывает. Жириновский высказывал умные вещи. Да, он их преподносил в таком, в юмористическо-клоунском ключе. Но в его речи, если слушаться, то идея или лейтмотив этой речи всегда содержал очень, имел очень глубокий смысл и довольно серьезное содержание. Так что, да, вполне возможно, что Путин поделил уже шкуру неубитого медведя, как гласит российская же пословица, еще до того, как он вышел охотиться на этого медведя. Вот. Но не получается и не получится.